Братья и сестры, я всех приветствую. Слава нашему Господу за то, что мы можем собраться сегодня здесь. И вот сегодня я бы хотел поговорить об одном таком интересном моменте в Слове Божьем. Мы с братом в братской сидели, разговаривали. И вот брат говорит, ну мы так... И такая тема была, справедливо ли Бог поступил. Вот, то есть, Бог же поступил несправедливо, то есть взял невиновного и наказал за виновных. А виновных отпустил на свободу. То есть вот, ну такая тема. Но я бы хотел сегодня тема такая, что это значит правда Божия. Есть такое место в Библии, Кремлина, 3 глава, с 21 стиха и до 26 мы с вами почитаем. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его, в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. И вот мы видим здесь опять правда Божия, правда Божия, правда Его, правда Его, и мы видим, что правда Его к прощению грехов, соделанных прежде, написано. И к показанию правды Его, в настоящее время, что же такое правда Божия? Какая правда? Вот я вот только что говорил, вроде бы как бы несправедливо, но смотрите, правда Божия это акт Божией справедливости, когда Бог явил свою справедливость. Знаете, сатана поступил очень интересно. Он знал, что Бог есть любовь и Бог есть святость. Совершенная любовь и совершенная святость. И вот он ставит дилемму, по нашим, по человеческим понятиям, дилемму перед Богом. Он делает так, чтобы человек согрешил. Что требует любовь? Совершенная любовь, что требует? К согрешившему, поступившему неправедным. Простить. А совершенная святость, что требует? Требует справедливости? Требует смерти? Возмездие за грех? Требует смерть. И кажется, дилемма неразрешимая. Что делать? Ну смотрите, Бог берет Сына Своего, Иисуса Христа, который приходит сюда и исполняет весь закон. Совершенно безгрешный. Вся любовь Божия на нем. Вся любовь Божия на нем. И этот Иисус Христос, Сын Божий, говорит, я беру их неправедность на себя. И Бог его делает жертвой за наши грехи. Представьте, праведный за неправедных. И Божья любовь из-за того, что он оправдал нас, ложится на нас. А Божий гнев на Иисуса Христа. Вот это правда Божия. Величайшая, чудесная правда Божия. Его справедливость. Это было не один раз. Мы читаем Коринфянам, первое послание Коринфянам, вторая глава шестого стиха. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Я когда-то говорил на эту тему проповедь, и вот она, как бы эта тема опять поднялась. Вы заметите, что здесь написано, это мудрость, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, власти века сего. Духи злобы поднебесные написано. Смотрите, интересно как. В Слове Божьем написано, проклят всяк, висящий на дереве. Так если я сейчас распну Христа, повешу его на крест, так пред Богом он проклят. Правильно? Но только есть одно но. Иисус Христос взял на себя все проклятия. И да, Он проклят. За нас. Но Он стал жертвой. И опять. Есть, сойди со креста. Вот теперь понял, осознал. Иисус Христос говорит, сойди со креста. Сойди со креста. И уверен, сойди со креста. Как они все стали кричать, сойди со креста. Промашка. Оказался Он жертвой. А если бы Он знал, что такое будет, вот тут бы Павел поступил бы и искал другого подхода. Вот. И представляете, опять. Ну и сегодня Он продолжает свои дела. Смотрите. Из чего состоит правда Божия для нас? Я вот читал, там братья писали. И так рассуждал сам. Знаете, правда Божия в том, что она правдывает нас и дает нам праведность. И теперь мы можем предстать перед Богом чистыми. И теперь Бог может к нам проявлять свою любовь. И поэтому мы имеем вменяемую праведность. Вменяемая праведность, это то есть праведность, которую я не заслужил, но Бог взял мои грехи, очистил меня, когда говорит, Господи, прости важнее мои грехи на себя. И Бог простил мой грех. Это вменяемая праведность. И праведность дарованная. Дарованная праведность. Это праведность, которую мы носим уже в себе, Духом Святым. Праведность, которая дает нам силу побеждать грех. То есть есть вменяемая праведность и есть дарованная праведность, которая именно Духом Святым помогает нам побеждать грех. И смотрите как. Ко всем же, Лука 9 глава 23 стих, Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Отвергнись себя и следуй за Мною. Возьми крест свой. А что такое крест? Это исполнение Слова Божия. Это идти по Слову Божию. Это веровать тому, что написано в Слове Божьем. И когда мы слышим голос Духа Святого действующего в нас, мы должны не просто услышать и забыть. Нет, мы должны повиноваться Ему. И тогда мы будем иметь силу над грехом. Смотрите, написано как. 22 стих. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Правда Божия через веру. Вера – это слышать Слово Божие внимательно, вникать в него и исполнять это Слово Божие. Смотрите, вот такие примеры веры я вот записал. Луки 5 глава 4 стиха. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. Что здесь проявил Петр? Веру. Веру и послушание. Ну я же рыбак. Я же рыбак. Я знаю, что... А ты плотник. И ты меня учишь. И ты сплыви на глубину. Закинь сети. Я всю ночь, всю ночь трудился, ничего не поймал. Он говорит, «Но по слову твоему, вот бы мне так, а? Вот бы я так жил. Братья, по слову Божьему, вот все бы исполнял здесь. Это моя мечта. Я хочу быть таким. Но по слову твоему и исполнение сети прорываются. Столько рыбы! Столько рыбы! Мы же тоже хотим иметь всего. Мы только слушаться не хотим иногда. Вера, это по сути, в общем-то, и есть послушание. Вот послушался он и сделал. Смотрите, что делает царедворец. Помните вера царедворца? Посылает слугу своего. Слуга приходит и говорит, там умирает. Слуга мой и прочее. Иисус, 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 и что, собирается идти? Он говорит, нет, говорит, ты скажи слово и исцелей слово мой. Иисус говорит, как это удивило Христа. И в Израиле не нашел я такой веры. Он о вере говорит. То есть, представляете, какая вера была у человека? Слово Божие. Братья и сестры, если мы так будем верить. Вот она вера, да? Посмотрите, вера Авраама. Бытие 12 глава с 1 стиха. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Вот бы нам бы так пришел Господь и сказал, собирайся, Сергей, я тебя посылаю. А куда? Скажу потом. Я прихожу к жене и говорю, на, пошли. Куда? А где мы будем жить? Не знаю. А где мы остановимся? Не знаю. А что мы будем делать? Не знаю. Авраам берет лота. Авраам берет всех своих домашних. И пошел. Вот это вера. Вот это вера. Потому он называется отец всех верующих. Мы же хотим видеть как? Ну, хотя бы на несколько дней вперед. Правильно? Мы же думаем, надо что бы увидеть. Что будет там? Я сделаю вот это, а что будет? Господи, а как будет дальше? А как? Авраам шаг сделал. Бог ему говорит, дальше иди. Шаг сделал. Дальше иди. И вот он кочует, останавливается. Живет. И Бог говорит, дальше иди. Вот такая вера. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Человек согрешил в Эдеме. Согрешил в Эдеме. И Бог его изгоняет. Он идет. Идет по этой земле и грешит. Грешит. Грешит дальше. Бог говорит, на тебе закон. Дает человеку закон. Братья и сестры, человек законно оправдывался. Закон облегчал человеку жизнь. Получалось, под совестью он был. Грешил пред Богом. А тут еще сверху и закон на него положили. Вдвойне виноват стал. Какой выход? И Бог говорит, хорошо. Я тебе даю Евангелие. Евангелие. Которое говорит независимо от закона. Так, братья и сестры, правда Божия – это совокупность вменяемой праведности и праведности дарованной. Во второзаконии написано, 18 глава, 15 стихом. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте. Это вот как раз свидетельствует закон и пророки. И мы знаем, Исайя пророчествовал, Даниил пророчествовал, то есть много пророков пророчествовало именно о Христе, о том, что в Него надо веровать. И Ему надо веровать, и Слову Его надо веровать. Знаете, только благодаря вере и через веру Иисус Христос дает нам покров. Покров, покров правды Божией, только через веру в Иисуса Христа. 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе. Кроме того, что Иисус Христос пришел спасти нас, здесь написано, что мы лишены славы Божией. Он пришел восстановить славу Божию. Вот она опять правда Божия. Кроме того, что человек освящается, очищается, Бог еще дает ему и славу Божию, этому человеку. А уже как выглядит через него Бог, через этого человека, зависит от каждого из нас. Что мы из себя представляем, что люди видят в нас, славу Божию или нас. Если люди видят нас, горе нам. А если люди видят через поступки наши, через дела наши, через наши слова, славу Божию, слава Богу. Смотрите, написано, что хотел Бог. Ефесянам 5 глава, 27 стих. Чтобы представить ее, то есть церковь, себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот это стандарт, вот это стандарт, вот это высота, чтобы мы были святы и непорочны. И чтобы мы были славой, Христовой славной церковью. Тяжело нам будет соответствовать этому, если мы не будем слушать Слово Божие, не будем верить всему, что здесь написано, и не будем следить за собой. «Получая оправдание даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Даром по благодати. Мы-то получили даром. Мы-то, да, мы получили даром, но каково это было отцу, Богу смотреть на сына своего. И мы получаем, смотрите как, я министр или царь, нет, так благодать-то не получишь и спасение не получишь. У меня много денег, не получишь. Я родился в верующей семье, не получишь. Я делаю много добрых дел, не получишь. Даром по вере в Иисуса Христа. Даром, потому что это благодать. Что такое благодать? 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал и ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Так что такое благодать? Вот представьте, Он богат, у Него есть все, а мы нищие. Вот если так взять, тоже слушал брата одного, мне очень понравилось это вот сравнение. Он говорит, Христос взял свою одежду праведности, отдал мне, а мою одежду, грязную, нелую, греховную, одел на себя и понес. Вот, вот, что такое благодать? Благодать взял мое, а мне отдал свое самое лучшее и обнищал, обнищал ради моего богатства. Вот это благодать, которую Бог дает, получая оправдание даром по благодати. Братья и сестры, сегодня мы имеем с вами великую милость Божию. Мы имеем праведность вменяемую, когда мы пкаемся, приходим к Христу, и мы имеем эту праведность, которая дает нам возможность победить грех. Искупает нас от рабства греха, Духом Святым. Слово Божие нам в помощь, веруя, веруя, мы получаем благодать, в этом правда Божия. Вот она вся правда Божия, Евангелие, спасение наше. Мы будем благодарны нашему Богу за то, что Он поступил к нам с нами так. Так, правда Божия помиловала нас. Простаем наше Господа за все. Аминь. Аминь.